На какие нужды жителей Сургутского района будут потрачены бюджетные средства в 2020 году? Корректировка главного финансового документа одна из ключевых тем совместного заседания Депутатской комиссии Думы муниципального образования. В приоритете образование и сфера ЖКХ. Подробнее в материале наших коллег. Исполнение доходной части бюджет Сургутского района за 2018 год составит 99,7% по уточненному плану. В Думе Сургутского района состоялось совместное заседание Депутатских комиссий. Оно стало заключительным этапом работы парламентариев в первой половине 2019 года. В рамках повестки было рассмотрено 20 вопросов, в их числе исполнение бюджета Сургутского района за 2018 год, а также корректировка главного финансового документа муниципального образования на текущий и плановый период 2020-2021 годов. Как стало известно, объем доходной части бюджета на 2019 год увеличился более чем на 705 миллионов рублей. С учетом указанных изменений, общий доход муниципалитета составит около 12 миллиардов. Финансовый профицит расширит возможности расходных статей и закроет ряд проблемных вопросов поселения. В частности, на приобретение квартир для расселения из аварийного жилфонда народные избранники предусмотрели около 517 миллионов рублей. Еще около 6 миллионов на снос аварийного жилья. В числе приоритетных направлений расходования бюджетных ассигнований в текущем году – сфера образования. На ее содержание будет направлено около 48% от общего объема доходов муниципалитета. Вторым по объему финансирования традиционно останется жилищно-коммунальное хозяйство. На целевые мероприятия этой отрасли парламентарии планируют потратить порядка 18% районного бюджета. В ходе рассмотрения бюджетной темы депутаты выяснили, как проходят работы по реконструкции водоочистных сооружений в Ленторе. Представитель Департамента строительства и земельных отношений заверил – работы на ВОЗ идут по графику. Контрольная проверка не заставила себя долго ждать. Буквально на следующий день Анатолий Семеняк лично встретился с подрядчиком на объекте и остался вполне доволен результатами его работы. По Ленторскому ВОЗу застройщик у нас идет в графике, работу производят все вовремя. Подрядчик достаточно добросовестный, поэтому особо переживать, я думаю, не стоит. На данный момент то, что были запланированы средства на этот год, он практически уже их полностью освоил. Но у нас еще будут средства из бюджета округа, это в основном пойдет на оборудование. И как у нас запланировано, там в 2020 году сдача объекта, в 2020 году они объект сдадутся. Еще одним проблемным пунктом в работе депутатского корпуса и администрации на местах остается вывоз крупногабаритного мусора. По словам Дмитрия Рябченко, исполняющего обязанности заместителя главы Сургутского района, в ожидании прихода регионального оператора поселения решают этот вопрос с большими затруднениями. Например, оборудованный полигон в Сытомино даже после глобального субботника снова превратился в несанкционированную свалку. Контракт на вывоз ТКО администрации не заключен из-за отсутствия средств. Чтобы выяснить истинные причины мусорного коллапса и найти пути решения, председатель Думы лично посетил поселение. Сейчас этот вопрос прорабатывается, каким образом вывести этот мусор, потому что это недопустимо. Мы в предыдущие годы очищали все несанкционированные свалки, все зачистили, было все чисто. И сейчас мы неделю уже как раз смотрели эту свалку, то, что происходит накопление. Хорошо, что Вячеслав Александрович обратил вовремя внимание, пока это не привело к таким масштабам более существенным. Когда этот вопрос сейчас проработки, я думаю, мы найдем пути решения, как решить и вывести этот мусор. А теперь по штрафам и изысканиям, что вы там расставляете на 900 тысяч. Еще одним из незапланированных вопросов, которые детально обсуждали парламентарии в преддверии заседания Думы, стало нерациональное расходование средств в виде штрафов и взысканий, уплаченных из бюджета Сургутского района. Согласно протокольному поручению, одобренному большинством присутствующих депутатов, руководители проштрафившихся подразделений должны предоставить отчет о мерах по недопущению подобных ситуаций и лицах, которые понесли за это соответствующее наказание. В октябре предлагаю провести депутатские слушания в сельском поселении Угут и рассмотреть на них 4 вопроса. Также на последнем перед летними каникулами заседания депутаты утвердили график работы законодательного органа на второй полугодии. До конца 2019 года Дума Сургутского района будет заседать трижды – в сентябре, ноябре и декабре. Также будет продолжена работа в формате выездных слушаний и рабочих поездок в отдаленные и проблемные поселения района. Будем встречаться с представителями организации, рассматривать такие наболевшие вопросы с главами поселений, будем контролировать протокольные поручения, как выполняется, ну и как в этом году, конечно же, будем контролировать и капитальный ремонт, и строительство, и текущий ремонт. Все это на контроле депутатов, поэтому будем продолжать свою работу.